Дамы и господа, в общем, у каждого, я думаю, было детство, да, вроде бы у меня. И в своем детстве, ну, у каждого в детстве какие-то яркие впечатления остались вот сейчас в взрослой жизни. Когда мы вспоминаем свое детство, у нас есть определенные яркие какие-то впечатления, потому что именно в детстве мы вот именно это фиксируем очень-очень сильно. У меня фиксировалось в детстве, то есть, ну, в этом тексте будет про бабушку, про дедушку, то есть вот так вот. А под мой опыт детства, может быть, что-нибудь вспомните для себя. Угу. То есть, это вот так, пирает. Пойдем. Заметелят ветер, залетат снежинки, накрывают постель. Что-то холодно, сквозь сон открывают глаза, а вокруг все плестит, ледяная тишина. Где я, что со мной? Слышу я этого ответ, серьезно, новый год. Но ведь уже это свет, неужели чудо? Я вижу это, северное сияние. И там нет, может быть, действительно чудо. Реальная сказка, кто меня взял, ступор, понесло, занесло, просыпаюсь. Вокруг краски, огни, рядом елка, подарки, весят игрушки, конфетки, шоколадки, я понял. Это комната моя, это детство моё, это память моя. Минуты раз, минуты покоя. Это всё было в другом доме, там, где бабушка готовит завтрак, а дед ещё на работе. Там, где одну для меня в отделе сахарик, потом в первый класс. Я помню этот путь, боже мой. Родители моей матери, как я люблю вас. Мне больно за вас видеть, как вы себя чувствуете. Жалко, что теперь вы нас не слушаете. Но я не об этом хотел сказать. За детство спасибо вам, дорогие. Я буду вас помнить, когда вы были такие сильные, запомнили. Это грело сердце, да и было лук, воспитало душу. Спасибо вам за то, что летали пасть в душу. Где моё детство? Где ты, где ты? Тогда ты уходила, я не заметил. Где моё детство? Где моё детство? Где ты, где ты? Когда ты уходила, я не заметил. Где моё детство? Здравствуй, отец твоего отца, отец мой. Я хочу подарить ему новое искринненькое, чистого сердца. Тебе, маме, тебя не исчерпает, как по смыслу слов. Я скучаю за тобой. Знаю, ты хотел быть лучшим мужем и первым среди всех отцов. Но сложная формула судьбы стала твоим воем для тебя. Сын был ко местам попал, от которого ты был без ума. Ты думал, справишься. Ему чёрт, от чего я не смог побороть. Ему порог и разум был. Для тебя не думал, стал мне подозрительным искусством. А впрочем, он и был такой. Ты пережил не значим, чем он. Как за? Владерян, за изменение Родины. За то, что верил в независимость своей страны. А она стала такой. Но не особо всё изменилось. Лишь только слилось и поддаётся нашему поколению. Сейчас в ярком, в элиссорном мире. У нас разные с тобой временные позиции. Мы не хотим ждать протест той же силе. Возможно, я пытаюсь идти по двоим стопам. Избирая то, что ты не успел сбежать. Не восстанавливаю меру, не по моему своему передам. Но не восстанет личная конструкция. Последняя в нашем с тобой день. Я всегда понимал тебя, но боялся на двери. Слышал, стал отрубить всё, что мы часто говорим. А сейчас бабушка наша, он понимает тебя. Как ты ушёл раньше к нему? Она живёт в своём, теперь плотнее мире. Не увидишь слёзы её. Для твоей дочери это кажется сумасшествием. А я её могу и понимаю. Ведь прожить всю жизнь с тобой, это сильно. И мне не обидно, что всё так получилось. Так нужно было. Нужно для всех нас. Пусть дет земля тебе будет ухом. И вспоминай нам нас. Спасибо. Аплодисменты. Следующая тема называется «Свертлые мысли». Ну здесь такие мысли. То есть я задаю создателю Богу вопросы. Во втором публике сам себе, может быть, отвечаю. Или с помощью Господа отвечаю на них. Ну, в общем, послушайте, поймёте. Может быть. Может быть. Может быть. Может быть. А ждание смерти — это лучше, чем здесь жить. Вопрос — ответь мне, Создатель. Чему вседор нужен перед нос? Сколько должен я ощутить жизнь? И для чего необходимо в данном измерении плыть? Мне трудно дышать. Я плачу за воздух. А я хочу быть свободным. Быть всем и везде. Ответь, сколько осталось находиться в этой устье. Сколько ещё исправлять ошибок. Боже мой, возьми меня с собой. Там буду я примером. Не буду таким двойственным. Буду единым с тобой в огне гореть на счастье другим. Я не могу здесь больше. Мне трудно ходить. Но остаётся лишь только любить. Тебя и каждого, кто рядом. И кто далеко от меня. Буду ненавидеть их. Ведь я желаю, чтобы они быстрее стали другими. Чтобы они поняли, что я понимаю. А может быть, я свершусь от того, что узнают они. Господи. Сколько можно загадать. Я просто хочу распориться в тишине. И чтобы каждый подумал. И я так хочу, как этот сумасшедший, верить в огне. И мне не стыдно говорить то, что хочу. Я остаюсь хотя бы в текстах тем, кем я буду. И я не буду хуру. Буду тем внимательным. Ко всех их желаниям, страданиям, мечтаниям. И маленьким реальным. С вами я буду до тех пор, когда покажется в темноте свет. Бред нет. Это просто мысли. Гребанные мысли, которые едят меня каждый день. Мне их не жалко сказать свои чувства. Признаюсь, совсем не лень. Мои мысли. Рада, вере, мне не справиться сейчас. Только эти мысли. Заманитые, я пишу их для вас. Мои мысли. Захватили мне от них, не убежать. Рада, вера, 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 вера. Отличный свет и дай нам ответ, почему наши дороги сводятся на неопределенное слово. Нет, нет тебя, нет меня, нет края. Есть только бесконечный путь, в который ты успеешь когда-нибудь уловить суть. Муть нет. Это просто мысли. Светлые мысли. Рада, вера, 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 вера. Мой мысли. Мой мысли. Рада, вера, ждала искренне вас. Мой мысли. Ты заманили, вот и пробил ваш час. Мой мысли. Захватили, остается крепко их держать. Мой мысли. Полетает, их не нравится читать. Какой-то стих под аранжевым, называется «Покаяние». Ах, еще как раз хотел историю рассказать. Когда я написал этот проект, я был к нему. Девушка уехала к себе домой, я остался дома, вечером пишу, написал текст полностью. Я уже не ложусь спать и снится мне. Так же само снится, как я лежу на кровати. Честно, поверьте, не поверьте, я лежу на кровати. Так же само, но во мне такое ощущение, что кто-то вселился. Вот такой, как сатана, демон. И вот такое рычащее, вот такое слово начинает меня терпеть. Ну, если с точки зрения медицины взгляд, ну, то есть какое-то такое, как давление повышенное, что-то типа такого. И мне стало страшно за себя, думаю, я убираю, я хочу позвонить. Ну, Мария, ну, любимая девочка, думаю, что предупредит, что со мной творится. Я ничего не могу сделать, не могу пошевелиться. Онемело полностью тело, ну, ничего не могу поделать с собой. И потом говорю две вещи. Господи, спаси и сохрани. Два раза сказал и проснулся. Взял Библию и все-таки проснулся. Так распрашиваю что-то. Вот. И получилась песня. Нет. Если я сначала покажу тебе. Ахахаха. 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 Играя за мысли. И делая нас то беззащитными, то хитруются. И хаотические обличия. Злые. Глупость, которую мы позволяем творить. Где же наши разумы, опыль и пыт, что хронически у нас парит. Между небом и будущим. И слетая над следующим. Хватит. Телку и слушай. Уйти. Он прогуляется. И молчит. Мне его не одолеть. Так может быть оставится как песня. И как далеко заведет меня такой путь. Но верю. Меня не остановит. Даже если когда я залп вам ртуть. Я буду писать. Но пока есть время. Все и думать, что вылечит конечко. Я вижу результат своей дороги. Многие мои растут, когда взрослею. Я скучший ребенок. Непорочный. Чистый. Живущий во мне. Освети меня. Я знаю, бес держит запретителя. Но верю. Найдется когда-нибудь. У какого-нибудь. Представителя человечества ключ. Он приоткроет дверь. Грустит. Наружу. Яркий луч. Света. Озарится маленьким детством. Приоткроется речевым словом. Короче говоря. С тобой, мое дитя. Мы поменяем позицию. Как-то по-новому. Поведем себя. Играя здравомыслием. Овладевая собой. Наша речь. И станет достойно каждого. Слушайте. Заразить своей игрой. Товарища нашего. Ведь на словах теперь краще он. Звон. Ударит в разум мой. Я стану ведь теряю. Иду за радость. Что пытается усомнить меня. В моем будущем. Жить настоящим. Не переставая помнить о прошлом. Сложно стало жить. Одновите себя. Где теперь всему цена. Все как-то измеряется. В виртуальных цифрах. Для нового поколения. Это покажется великий назвак. Крак. Испытает закатом империи. Ведь жизнь она как лирика. Мелодична. Но не было бы сути. Если бы она не была. Трагична. Лична. Мои сущности. Такая понятельник по душе. Мне бы блюда. Добра. До такого как бы получше. Чтобы круче. Ко всем было искренне. Ко всем любовь. И поиск идеального достоинства. Не заканчиваться. Вновь и вновь. Слышишь. Люб. Живущий внутри меня. Мысли как создатель. По взрослому. Доброму. Высокому. Стравому. Как вселенная необъятная. Как река текучая. Как ветер могучего. Меняя полярности. Давай не бойся. Озывчивай. Покачивай. Где ты? Где ты? Где ты? Мой бес. Ищу тебя. На нем у меня крест. Жду тебя. Твой последний рейс. Где ты? Где ты? Где ты? Мой бес. Ищу тебя. У меня в руке крест. Жду тебя. Твой последний рейс. Творец любит правду. Он ценит любой. Будь честный. Ведь за ним в собой. Голодь, искушение. Честную траву. Электрует двое. Гонит свет. Смелее. Дайте ялу бой. Стой. Сначала сдай. Хоть готов. Их силы законы не так достали. Вместо славы. Мысли знай на нас. Ими глаза до неба. Говори здесь и молитвы нырёшь. Вера в сердце. Жанство душе. Стремительное. Острёшь. Твой порог. Греха будет врачом. Мокайся. Признай ошибки свои. Дайди мне уроки для доброго. И сам себя исцелит. Я краю. Господи. Прости за то, что искал. Убей. Пути понять тебя. Прости за то, что брал чужое. Я краю. За мысли выгодные для себя. За нею. За это поведение. И море. Прости. За то, что порчу ненавистью и любовь. Я краю. За сказанных мною. Нечестных слов. За обиды. Что причиняю близким. Прости. За личную обиду, которую даю. Я краю. За то, что ошиблась ещё не раз. Но знай. Да ты так знаешь. Ребёнок во мне. Лишащий добро. Живя без гримас. Ему нужен отец. Что укажет путь. Я верю тебе. Это утопающий спасатель. Чтоб не уходить. Есть. Чувствую. Есть. Господи мой. Свет в душе. Радость в глазах. Очень спасибо. Ты даришь покой. Жду искреннюю. Жду новую встречу. Создатель с тобой. Есть. Чувствую. Есть. Господи мой. Свет в душе. Радость в глазах. Очень спасибо. Ты даришь покой. Жду искреннюю. Жду новую встречу. Создатель с тобой. Есть. Чувствую. Есть. Господи мой. Свет в душе. Радость глазами. Очень спасибо. Туда и шпакой. Жду из-за. Жду доброй встречи. Создать. С тобой.